Свою первую игрушку Есть такие материалы, которые создают специально для игрушки Тедди. Это натуральный мех. Это механгорская козы, которая вплетает в основу ткани. А основа имеет специальную пропитку, что обеспечивает игрушке долговечную жизнь. С помощью Тедди-технологий можно сшить не только классического мишку. Главное, чтобы игрушка отвечала основным правилам. О них Оксана рассказывает в своих книжках. Например, может похвастаться первым в Украине учебным пособием для детей. Это историческое событие в Тедди-мире, потому что до этого времени писали книги на английском, немецком, японском. Мы впервые написали на украинском языке, и мы впервые сделали это пособием. В нем очень много практического материала, выкройки, образцы игрушек. Вся жизнь Оксаны связана с игрушками. Мастер не только создает собственные авторские изделия, а и коллекционирует раритеты. Уже собрала внушительную коллекцию пупсов. В моей коллекции есть немецкие, испанские, французские пупсы, пупсы советского периода. Началось все с поиска пупсика моего детства. А пока я его искала, то так произошло, что ко мне попали и другие пупсы. Я периодически их просматриваю и реставрирую. Также Оксана собирает традиционных украинских кукол из разных регионов. Часть ее коллекции – работы современных мастеров, часть – куклы, сделанные собственноручно. Большинство из них – реконструкция реальных игрушек наших бабушек. Авторские работы, но созданы они в рамках традиции. Среди этих кукол есть и шитые игровые куклы, есть куклы, созданные бесшитивым способом. Есть куклы, при изготовлении которых использовались и кукурузные качанчики, и орешки для наполнения головы. А одна кукла, самая большая здесь младенец, сделана из цельного рушныка. Любовь к куклам и рукоделию Оксане привила именно ее бабушка. Мы брали кукурузные качанчики, наряжали его в лоскутки. Бабушка умела рисовать, и она карандашом обозначала глаза, нос и рот этим куклам. Поэтому у меня на стенде вы можете увидеть именно по такому же способу оформленные личико и моих кукол. Есть частично вышитые лица и буквально один-два образца – это намотки креста. Сегодня Мишки Тедди Оксана Скляренко участвует в международных выставках и конкурсах и занимает призовые места. Учит мастерица создавать игрушки и других. На ее счету несколько книг в рукоделию и множество мастер-классов. Но самая большая мечта – собственный музей, в котором бы каждый украинец смог познакомиться с удивительным процессом создания игрушек и увидеть уникальные коллекции во всей красе. Тамара Кононенко, Петр Галко, Евгений Савицкий, ЮЭТВ.